Доброе утро! В эфире новости на своём. Меня зовут Никита Шишков и вот о чём расскажем. Детские сады, общественные пространства и спорт-объекты. Как изменится Ставрополье в наступившем году? Заболоченный пустырь уже скоро превратится в красивую благоустроенную территорию. Илья Захаров о том, как в Ставрополе реализуют проект по формированию комфортной городской среды. От железных топоров до компьютерных технологий. Человечеству на такую эволюцию понадобились десятки тысяч лет. А ставропольским коммунальщикам всего сотня. На выставке в честь столетия краевого ЖКХ побывал Леонид Нечапуренко. Начинаем выпуск. На Ставрополе построят ещё больше детских садов, отремонтируют дороги и благоустроят десятки территорий. В этом году Край получит на реализацию нацпроектов почти 19 миллиардов рублей. Об этом говорили сегодня на рабочей встрече губернатор Владимир Владимиров и первый заместитель председателя правительства региона Иван Ковалёв. Как прозвучало в 2019 году, на исполнение краевых проектов из федерального бюджета Ставрополье получило около 14 миллиардов рублей. На эти деньги построили и реконструировали пять детских садов, две школы, благоустроили десятки общественных пространств, привели в порядок свыше 100 учреждений культуры и отремонтировали более сотни километров дорог. К слову, в 2020 мероприятий запланировано ещё больше. В том числе помощь окажет и малому среднему бизнесу. Объём финансирования из федерального бюджета возрастёт на 30%. Денег больше, работы больше. Я надеюсь, что результат будет больше. Будем принимать все усилия. Нам нужно, чтобы все видели и ощущали эти направления. Я так и вопрос вижу, что у нас три направления самых основных. Это демография, это образование и здравоохранение. Понимание полное. Есть 2020 года, ещё раз говорю, все необходимые технические моменты и процедуры мы заканчиваем. И я не просто надеюсь, а уверен, что мы с февраля месяца начнём уже предметную реализацию задач, поставленных по 2020 году. А может после этого случая весь город в целом станет комфортнее для жителей. Ну а в Ставрополе, кстати, практику прислушиваться к мнению горожан поставили на постоянные рельсы. Есть возможность не просто заглянуть в будущее, но и повлиять на него. В Крайвом центре идёт сбор предложений по благоустройству общественных территорий. И федеральный проект формирования комфортной городской среды целиком основывается на пожеланиях жителей. Илья Захаров разбирался, как работает программа. Добрый день. Предлагаю вам принять участие в сборе предложений в рамках проекта благоустройства нашего города. Эта фраза сейчас звучит в Ставрополе в 135 местах одновременно. Именно столько пунктов по приёму предложений благоустройства общественных территорий работают в городе. Во всех школах и детских садах, а также в торговых центрах и местах досуга. Конкретно этот расположен в МФЦ. И пока люди ждут оформления документов, есть время задуматься о будущем краевой столицы. Объект можно выбрать из списка или предложить свой. Один из лидеров – тропа здоровья. Чтобы люди были здоровыми, крепкими, чтобы никто не болеет, чтобы жили хорошо. Чтобы у нас в городе было всё чисто, культурно, красиво. Свои предложения можно также оставить в Комитете городского хозяйства и на официальном сайте администрации Ставрополя. Из заявок формируют список объектов для итогового голосования. Оно пройдёт 8 февраля. Сейчас выбирают территории, которые будут благоустраивать в 2021-м. Так работает в краевой столице федеральный проект формирования комфортной городской среды. В рамках данной программы были благоустроены театральная площадь, площадь Ленина, скверы по 50 лет в ЛКСМ и по проспекту Юности. В 2020 году будет благоустроен сквер декабристов, а также завершатся работы по благоустройству Комсомольского озера и Пионерского пруда. На месте, известном в народе как Пионерский пруд, 100 лет назад и правда были небольшой водоём и прогулочные аллеи. Наводнение в середине 20 века превратило территорию в пустырь. На рубеже тысячелетий здесь был аквапарк, правда недолго, а потом снова заброшенная территория. В 2018-м Ставропольцы проголосовали за реконструкцию Комсомольского озера и Пионерского пруда. В прошлом году провели гидротехнические работы и вот приступили к благоустройству. Сделать предстоит немало, только лишнего грунта надо вывести 13 тысяч кубов. На сегодняшний день выполнена уже расчистка дикой поросли и демонтаж где-то процентов 80 по демонтажу бетонных конструкций. Вот как будет выглядеть Комсомольское озеро в соответствии с задумкой градостроителей. Подрядчик обещает закончить работы к сентябрю, чтобы в день города порадовать ставропольцев новой благоустроенной территорией. Пионерский пруд, расположенный через дорогу, тоже преобразится коренным образом. Всего через полгода с небольшим Пионерский пруд будет просто не узнать. От улицы Кавалерийской пойдет каскадная лестница, на ней будет искусственный ручей, а ниже несколько площадок для отдыха и досуга. Здесь будут детская игровая площадка, территория воркаута, скалодром, батут, а также двухуровневая парковка и кафе. В общем, все, чтобы людям было комфортно, нескучно и полезно. Илья Захаров, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. А теперь к другой профессии. Начинали с железных топоров и деревянных ведера, пришли к электронным датчикам и сложным компьютерным системам. На путь, который человечество преодолело за десятки тысяч лет, ставропольским коммунальщикам понадобилось ровно сотня. В марте жилищно-коммунальному хозяйству региона исполнится 100 лет. В честь этой круглой даты в Краеведческом музее Ставрополя открылась необычная выставка. На ней можно увидеть, как люди получали воду, свет, тепло и другие коммунальные блага с 20-х годов прошлого века и до наших дней. Леонид Нечапуренко прикоснулся к самым необычным артефактам. Ставрополь, 1920 год. В губернии только умолкли отголоски гражданской войны. Формируется новая власть. Те красно-белые времена можно увидеть лишь на черно-белой хронике. В городе, конечно, есть жилье, но нет жилищного хозяйства. Новую службу создали специальным декретом. Назвали ее коротко, как и было принято во времена аббревиатур – коммунхоз. Сегодня нам сложно представить Ставрополь, каким он был сотню лет назад – в цветах, звуках и запахах. Зато на выставке, которая открылась в Краевом музее, каждый может в буквальном смысле прикоснуться к истории и узнать, как жили люди с помощью предметов, что давали самое необходимое – свет, тепло и воду. Вот это, например, чугунные трубы возрастом почти столетия. Состояние не идеальное, но вполне приличное. Все-таки умели тогда работать мастера. На баланс новой службы поставили 150 жилых домов. Ей шутка ли сказать – 40 километров сетей водопровода. Старые трубы почти сразу пришлось поменять. Они успели забиться мусором и водорослями. Впрочем, еще долго главным инструментом водоснабжения оставались ведра и коромысла. Влагу добывали из родников и колодцев. В конце 19 века проводили ревизию всех колодцев Ставрополя. Было начинено 1100 колодцев. И из них только 400 было с хорошей питьевой водой. И они располагались в основном в верхней части города. Страна шла вперед. Развивалась история. Менялась техника и методы работы коммунальных служб. В конце концов, и Советский Союз стал частью истории. Если кто и продолжал усердно затягивать гайки, так это коммунальщики. На выставке представлены вентили, задвижки, клапаны и трубы разных десятилетий. Сегодня это все исключительно музейные экспонаты. А настоящее и будущее за электронными датчиками и компьютерными технологиями. Это умные контейнерные баки мусорные. Наполнение все это сигнализирует. Это умные пешеходные переходы. Это информационное табло на остановках общественного транспорта. По прибытию маршрута. Через сколько минут? Какой маршрут? Как это будет проходить? Представляете, это все самое то, о чем мы когда-то могли даже не мечтали. Оценить работу электронных новинок прямо сейчас можно в Железноводске. Там внедряют систему под названием «Умный город». Предполагается, что каждый сможет контролировать все коммунальные мелочи. От вывоза мусора до показания счетчиков. Подошел к специальному интерактивному табло и увидел карту достопримечательностей и культурную программу на ближайшие дни. Заглянул в мобильное приложение и узнал, когда ждать следующий автобус и когда в последний раз вывозили мусор. Технической стороной занимается компания, входящая в структуру Росатома. Прямо сейчас можно уже проконтролировать уровень наполнения мусорных баков, мусоровых, мунициальных объектов. В некоторых объектах, где установлены уже датчики по сбору данных коммунального ресурса, удаленного сбора данных, можно уже посмотреть уровень потребления этих коммунальных ресурсов онлайн. Новая коммунальная система. Часть программы «Бережливое правительство». Железноводск – первый курортный город в России, где внедряется такая технология. Но этот опыт могут перенять и соседи по КМВ. Губернатор Владимир Владимиров призвал местных руководителей внимательно изучить железноводскую практику и быть открытыми для технологий будущего. Как важно идти в ногу со временем, доказана столетней коммунальной историей. Ну а техники и технологиям, что рано или поздно устареют, всегда найдется место на музейной полке. Сто коммунальных лет как одно мгновение пережили Леонид Нечапуренко и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. И на этом все. Если у вас есть новость или проблема, о которой хотите поделиться, то пишите нам в WhatsApp и Telegram по этому номеру. Также присылайте фото и видео. Попытаемся разобраться. Ну а далее у нас прогноз погоды. Все об этом знает Яна Лукошкина. Она уже в студии и готова поделиться информацией. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, уважаемые телезрители Своего ТВ. Пришло время рассказать о погоде на среду, 15 января. В Ставрополе облачно с прояснениями. Днем плюс один, ночью минус два. Возможен снег. В Изобельненском и Новоалександровском округах значительная облачность. Днем воздух прогреется до плюс трех градусов, а ночью столбик термометра опустится до плюс одного. Осадков не ожидается. В регионе Кавказских минеральных вод в эту среду дневные температуры также преимущественно плюсовые. В Пятигорске минеральных водах днем плюс два, ночью до минус одного. Немного прохладнее будет в Кисловодске. Ноль градусов днем и минус четыре ночью. Облачно без осадков. На востоке края холодов также не будет. В Ипатово и Нефтекумске днем воздух прогреется до плюс пяти градусов, ночью плюс два. Возможен дождь. В Арсгире, Дивном, Буденовске значительная облачность. Днем плюс два, ночью минус один. Местами дождь. Такие аномально теплые погодные условия в ряде регионов России приводят к тому, что некоторые растения воспринимают это как своего рода сигнал весны. Так в Сочи из-за высокой температуры с полуторамесячным опережением природного графика началось цветение акации серебристой. А у нас на Ставрополье расцвели подснежники и даже начали открываться цветы на уличных клумбах. На этом о погоде все. Увидимся на Своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова